Всем привет! И это второй этап SP Winter Magic Stories. С вами по-прежнему Маша. Итак, разворот о подготовке к новогодним праздникам мы сделали. А теперь я хочу сделать разворот о зимней прогулке, причем где-нибудь в лесу. Потому что у фабрики Декорло вырезал, как были, ну такие милые олени, посмотрите. И я хочу сделать их главными героями нашего разворота. Для разворота я выбрала вот такую вот бумажку. У меня будет один и тот же фон на обоих страницах. От листа 30 на 30 я отрезала 19 сантиметров по всей длине. Вот по этой стороне я отрезала 1,2 сантиметра отсюда и согнула лист так, чтобы вот тут у меня было 19 сантиметров. А также я хочу, чтобы моя вот эта открывашечка закрывалась на магнит. Следовательно, магнит нужно клеить сразу же, еще до приклеивания на шарфонах страницы. Так, я приклеила вот тут вот один магнитик и вот здесь вот таким образом, чтобы они хорошенечко защелкивались. Сейчас вместе с вами приклеим на вот эту вот открывашечку также магнитики. И теперь нужно немножечко подождать, пока магнит схватится. Так, у меня вот таких вот два фона получилось. Прежде чем я буду вклеивать свои фоны в альбом, я хочу еще добавить к ним немножечко блеска. Я покрою часть вот этой вот нашей открывашки прозрачным медиумом. Я покрыла медиумом только вот эти вот части, потому что в центре я хочу оставить место для фотографий. Ну или будет тут фотография, скорее всего, маленькая половинка от 10 на 15. И я вот эти вот буду декорировать места, а серединку оставлю свободным. Я беру вот такую вот маску и прикладываю в те места, которые буду декорировать. Также беру вот этот вот структурный гель, которым я уже декорировала штамповку, и буду наносить его через трафарет. Музыка. Музыка. У меня все высохло, и посмотрите, что получилось. К сожалению, солнышка сейчас у меня нет, но поверьте, на солнце переливается это очень красиво. А сейчас я вклею свои странички в наш альбом. Так, мой разворот сейчас уже выглядит таким вот образом. И теперь нам нужно сделать деталь для нашей конструкции. Я взяла кусочек, который отрезала снизу вот этой вот страницы, и уже разрезала его таким вот образом. Сейчас объясню, что я сделала. Я провела линию беговки на расстоянии полтора сантиметра от края. Потом произвольно провела такую волнистую линию и по ней обрезала. Получила вот эту деталь. Высота вот тут вдруг кто-то будет прям повторять один в один. Кому нужно 3-2 сантиметра. Ну и в самой высокой точке до 4-х почти доходит сантиметров. Потом я сделала вот эту деталь немножко, чтобы она была меньше вот этой нашей детали. И опять провела линию беговки. Сделала вот этот вот клапан, за которым будем клеить полтора сантиметра. Сейчас отрежу, и у меня останется еще кусочек на третью свою деталь. И забыла сказать, длина всех наших деталей 20 сантиметров. У меня их получилось вот 3 штуки. Что нужно сделать теперь? Теперь нам необходимо найти середину нашей детали. И пробеговать в одну и в другую сторону от середины линии на расстоянии половины ширины нашего вот этого корешка. Сейчас я покажу, как это должно выглядеть. И у нас все наши детали вот таким образом будут сгибаться. Вот так же я сделала и на этой детали, и на самой нашей маленькой. Теперь их нужно все подрезать следующим образом. Вот так вот делаем от этой линии сгиба. Ведем по линии беговочки. И срезаем уголочек. Вот такой вот вырез делаем. Теперь я выставляю наши детали так, как я бы хотела их видеть. Приблизительно вот эту деталь я буду клеить вот так вот. Что дальше я делаю? Я вот выставила, все меня устраивает. Я фиксирую одну сторону своей детали и намечаю карандашиком, где она заканчивается и приблизительно какую-то вторую точку ставлю, где она там начинается. У меня получилось две точки. Я мажу клеем вот этот вот кусочек. И прикладываю его к нашим точкам. Приклеивая таким образом только одно крылышко нашей вот этой детальки. Дальше я клею следующие наши две детали параллельно первой. Тоже за одно крылышко пока. Я приклею вот эту где-то вот так вот. И дальше приклею третью. Что я делаю дальше? Я складываю деталь следующим образом. Начинаю с самой вот этой вот верхней первой. Намазываю клеем второе крылышко. Выкладываю более-менее ровно по отношению ко второй части. Пока только одну деталь клею, потому что это сложно, достаточно нужно, чтобы оно не сдвинулось. И закрываю. И вот видите, я выравниваю, чтобы моя вторая сторона была, когда я закрываю, вот видите, так же, как и первая шла. Вот я прикрываюсь, вам видно. Я выровняла. И приклеиваю хорошенечко. Придавливаю все там. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Получилась ли конструкция, которую я хотела. Вот одна конструкция получилась. Теперь точно так же проделываю со второй и третьей. Итак, у нас должна получиться следующая конструкция. Вот так она выглядит у меня, когда я на нее смотрю. Вот это ракурс. Так, я доработала свою конструкцию. Я закрыла стыки вот таким вот бордюром. И там у меня кое-кде клей вылез. Я все закрыла, чтобы было красиво. Сейчас она смотрится вот так вот у меня. Конструкция. И будем делать наш сюжет. У нас есть три плана. Задний, передний, средний. Основных персонажей мы будем располагать на среднем фоне. Задний и передний будут не сильно выделяться, чтобы подчеркнуть средний план. Итак, для заднего плана я вырезала вот такие вот елочки. У меня есть нож. Если у вас нет ножа, вы можете нарисовать. Ну, какие-нибудь елочки. Я думаю, что это не сильно сложно. Или может у вас есть какие-то деревья, ножи. Или высечки. Что-нибудь, что будет имитировать наш лес. Возможно, вы вообще будете делать другой сюжет. И у вас не будет леса. Поэтому тут уже все ограничивается только вашей фантазией. Я аккуратненько по краю наношу клей. Я, кстати, сделала две линии веговки. Видите, в центре точно так же, как и на нашей вот этой вот конструкции. И приклеиваю таким вот образом задний. Вот так вот. У меня как бы елочки в снегу. И стоят они за сугробом. Вот это мой сугроб. А за ним уже располагаются елки. У меня вот тут вот не хватает елочек. Но у меня есть такой вот негатив. Из него я доделаю, довырезаю еще елок. И уже до конца их доклею. Чтобы был такой цельный задний план. Задний план с елочками у меня готов. Обязательно после приклеивания каждого элемента проверяйте. Чтобы хорошо закрывалось. Чтобы если вы заметили какую-то погрешность, что что-то мешает закрываться, чтобы могли сразу переделать. Они потом уже обнаружили это, когда наклеили все. И потом уже переделывать будет очень сложно. На среднем плане у меня мои главные персонажи это олени. Замечательные олени. Я в них просто влюбилась. И один олень у меня будет так вот стоять на фоне елок вдалеке. А второй олень будет прыгать. Есть вот такой вот замечательный прыгающий олень. Я вам его покажу, как мы сделаем. Но сначала вот такого стоящего оленя. Он будет стоять перед сугробами. Поэтому мы его клеим с вот этой стороны. Не с той, как мы елки клеили, а спереди нашей конструкции. Вот таким вот образом у меня получилась моя конструкция. Я опять-таки проверяю, чтобы ничего ни за что не цеплялось и хорошо складывалось. А теперь мы будем клеить такого прыгающего оленя. Я хочу, чтобы он у меня был вот таким вот образом. Да, его можно приклеить только за ножки, вот за задние. В принципе, он будет держаться. Если у вас есть прозрачная плотная пленка, то можно сделать следующим образом. Вы можете взять вот такой вот пластиковый кусочек. У меня вот этот пластик, это упаковка от штор таких тканевых. Мы покупали шторы, как ролеты. И они были упакованы вот в такую вот пластиковую упаковку. Я ее оставила, разрезала на части и теперь ее пользовалась. Когда у меня не было вот этого пластика, я брала окошко такое прозрачное от теней. У меня была упаковка теней и в нем такая пластиковая вот окошко. Я ее тоже разрезала его и пользовалась этим пластиком. Вы можете взять там коробку от игрушек, может детских, там тоже есть пластиковые окошки. Ну, в принципе, все, что подойдет вам. Так я вырезала вот такой вот кусочек. Сначала я приклею его к нашему оленю. Клею я посерединке, чтобы он был более устойчивый. И прикладываю теперь, смотрю, как я хочу, чтобы он у меня прыгал. Хочу, чтобы они были на разных уровнях моей олени. Чтобы не смотрелось как-то скучно. И поэтому я приклеиваю как-то так. Но мне нужно проверить, чтобы мой олень не выпрыгивал за границей альбома, когда альбом закроется. Нет, вот он как раз. Как раз там на пределе, но он еще не выходит за границей. Все. Я хорошенечко приклеиваю свою пластиковую вот эту полоску. И жду, пока оно высохнет. Вот таким вот образом у меня получился мой средний план. Я больше ничего особо не планирую на него наклеивать. А теперь я бы хотела поработать с передним планом. Он у меня будет такой декоративный. По бокам я хочу сделать вот такие вот веточки. Но мне нужно, чтобы они не мешали открывашечкам. Чуть-чуть к центру сдвину. И я не хочу, чтобы было видно этих вот углов. Я их просто беру и отрезаю. Вот так вот. Потом закрываю вот этот срез ветками. И ничего при открывании наших боковых открывашек мешать нам не будет. И будет красиво все смотреться. Вот с этой поп-ап конструкции я закончила. У меня получилась вот такая вот сценка. Не знаю, как вам делать, чтобы лучше было видно. На фотографиях, я думаю, будет получше это все видно. Вот. В данный момент это выглядит у меня вот так вот. Но опять же, на этом развороте я тоже хочу вам предложить не одну поп-ап конструкцию, а две. И сейчас мы перейдем ко второй. Я сделала вот такую вот заготовку. Я наклеила две скраб-бумажки друг на друга вот такими вот дизайнами. Вырезала окружность диаметром 9,5 см. И, если вам видно, сделала вот такую вот спираль. Аккуратненько от руки просто карандашиком нарисовала. Ну, нарисовала вот спираль такую вот. Вот толщина где-то два полных круга и еще немножечко. И сейчас я вырежу по своему вот этому нарисованному. Буду вырезать обычными маникюрными ножницами от руки. Тут не обязательно, чтобы было прям сильно ровно все. Просто такие гладенькие края, чтобы были. Когда стала примерять свою конструкцию, поняла, что сделала немного коротковато ее. И пришлось добавить еще кружочек. Как видите, там вот доклеила скотчем. Но это все мы закроем. Также приклеила один магнит на саму конструкцию. Второй магнит приклеила в то место, где она будет храниться в собранном виде. И еще один магнит приклеила в то место, которым будет конструкция крепиться, когда будет разложена. Вот так вот она будет разложена и имитирует у меня такую снежную метель. Она еще пока не доделана. Я сейчас доделаю и вы поймете, что я имею в виду. Вот так вот пока это все выглядит. Я буду сейчас использовать дырокольные снежинки. У меня есть дырокол для больших и маленьких. И буду большими снежинками закрывать все места, которые у меня получились некрасивые. Я приклею снежинку вот на стык, где я подклеивала саму свою деталь. Клею с двух сторон, чтобы красиво смотрелось как с одной, так и с другой стороны, потому как обе наши стороны будут просматриваться. Проверяю, как все это будет выглядеть в сложенном виде. И также другими снежинками закрываю места, где у меня приклеены магниты. А теперь просто разбрасываю снежиночки по всей своей конструкции. Не забываю при этом проверять, как все будет в сложном виде. Я чуть позже ее доделаю и покажу вам. А сейчас продемонстрирую вам маленькие конструкции свои, которые будут у меня крепиться в открывашечках. Я их сделала точно так же, как и большую. Единственное, что диаметр круга получился 5 см. Одна будет у меня с одной стороны, а другая с другой. И они будут уже приклеены намертво, тут не будет никаких магнитов, и я вот их как раз сейчас клею. И при открывании получается вот такая вот фигура. Они так же будут все в снежинках. Вверхе будет смотреться красиво. Это сейчас пока немножко непонятно, особенно сверху. А вот уже с фронтальной стороны, конечно, выглядит совсем по-другому. Итоговый вид моей конструкции. Все, теперь осталось оформить только место под фотографии. Это я, как всегда, сделаю в ускоренном режиме. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В этом развороте я сделала подложки для фотографий 9х9, но если вы любите больше стандартные фотографии 10х15 или 9х13, то они также поместятся на данном развороте. На этом я заканчиваю работу над своим разворотом. Надеюсь, мой мастер-класс вам понравился. Буду с нетерпением ждать ваших работ. Конечно же, желаю вам вдохновения и пока-пока!